друзья всем привет меня зовут юля вы на моем кулинарном канале сладкий персик и сегодня мы с вами будем сушить апельсины сначала я покажу как делать сушеные апельсины а потом расскажу как можно их использовать на кухне и не только но перед тем как посмотреть рецепт обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк этому видео такие апельсины получаются очень вкусные ароматные их можно использовать не только в кулинарных целях расскажу попозже а еще когда вы сушите эти апельсины весь дом наполняется вкусным цитрусовым ароматом поэтому я советую вам каждый декабрь делать апельсины по этому рецепту тем более что они сейчас недорогие мы с вами берем апельсины обязательно хорошенько их моем обязательно вытираем насухо бумажным полотенцем чтобы лишней влага не осталось от кожуры и нарезаем на кружочки мы с вами один апельсин нарезали вместе с кожурой а второй мы очистим от кожуры потому что все любят есть по-разному мне например нравится с кожурой я никогда не очищаю но такой вариант тоже может быть если вы используете апельсин для декора это небольшой спойлер то конечно его лучше сушить вместе с кожурой если вы апельсин такой спирать только есть или там только класть в чай снова спойлер то кожуру можно очистить я получается сделаю пополам один апельсин наставлю с кожурой второй очищу кстати китайцы начали выращивать апельсины еще четыре с половиной тысячи лет назад представляете очень очень давно апельсин очистила цедру я выкидывать не буду я ее на сушу и потом буду использовать в выпечке или в чая про это потом отдельно расскажу и теперь вот этот очищенный голенький апельсин мы тоже нарезаем на кружочки теперь мы с вами берем противень для духовки застилаем его обязательно бумагой для выпечки желательно чтобы она была с силиконом покрытием чтобы к ней ничего не присохло не пригорело и выкладываю на нее наши апельсинки кстати апельсин является самым распространенным цитрусом в мире не лимон не мандарин а именно апельсин посмотрите какая красота у нас уже получилось конечно часть можно съесть просто так апельсин тоже очень вкусный обычный не сушеный мы теперь ставим против духовку разогретую до 100 градусов желательно включить режим конвекции если он у вас есть и сушим апельсины примерно 5 часов примерно в середине апельсинки можно достать перевернуть на другую сторону но точное время конечно зависит от сорта апельсина того насколько он сочный и от размера кусочков то есть времени вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше такие апельсины можно приготовить и в специальной электрической сушилке если она у вас есть у меня есть две таких и вот я заранее сделала апельсинки в ней я включила температуру 70 градусов и апельсинки у меня сохли ночью и вот такая красота получилась посмотрите и теперь главный вопрос который вас всех я знаю мучает как использовать такие апельсины и для чего вообще их сушить первое эти апельсины можно кушать они очень вкусные полезные если вы будете в магазине покупать вот эти вот модные фруктовые чипсы вы потратите сильно больше денег а тут как бы нарезал убрал в духовку или в сушилку и кушаешь полезные сладкие вкусные фрукты вместо конфет второе из них можно заваривать чай чай получается очень вкусный и ароматный можно использовать только апельсины можно кружочек апельсина кинуть какой-то напиток глинтвейных можно класть в общем тут делал все вашей фантазии третий вариант как использовать эти апельсинки это вешать их на елку сюда продевается вот такая вот красивая ленточка и апельсинка используется в качестве игрушки это тоже очень интересно ваша елка получится не только красивый но и очень ароматный и четвертый вариант как использовать эти апельсинки вы можете декорировать ими подарки например берете подарочную коробочку перевязываете бечевкой и вот так вот сверху кладете апельсинку или можно в подарочный пакетик положить например там дарить какой-то не знаю косметический набор или чай и вот такой кружочек апельсина это всегда очень мило и интересно друзья обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайк этому видео и пишите в комментариях нравится ли вам такие сушеные апельсины и как они у вас получились пока а